Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас очередная передача под названием «Слово эксперта» и у нас в нашей студии в гостях очень приятный человек, эксперт в области землестроительной экспертизы, Лебедев Константин Игоревич. Приветствую вас, Константин! Добрый день! Вы уже привыкли, наверное, к тому, что в начале наших диалогов я более подробно ознакомлюсь с экспертом. Эксперт нам расскажет, как он попал в профессию судебного эксперта, как он попал в свою базовую профессию в данном случае в области геодезии землеустройства и расскажет о своем предприятии, о своей экспертной организации, где он сейчас трудится. Итак, Константин Игоревич, расскажите, когда вы закончили свой институт и что это было за учебное заведение? Ну, по поводу института, наверное, нужно сказать с самого начата, что-нибудь рассказать о себе. Начну с того, что у меня имеется три образования. Три? Да, одно из них высшее, соответственно, два средних специально. По относительно среднеспециального образования. Первое – это специалист по земельным и имущественным отношениям. И второе – это непосредственно геодезия, техник и инженер. Вкратце, как бы, и свою историю расскажу. То есть, начинал я, я закончил земельно-имущественные отношения, после этого я начал работать в Одинцовском районе, в комитете по земельным ресурсам. И, в общем-то, после этого было логично вступить в институт по специальности государственного и муниципального управления. Собственно, тема моей дипломной работы была ставка земельного налога, расчет ее. А после этого так получилось, что я решил заняться геодезией. И получил, да, и получил уже, я решил получить не высшее образование, а среднее специальное, поскольку мне нужна была и больше практика. И я получил именно, уже после окончания высшего учебного заведения, получил еще одно среднее специальное. И стал специалистом по геодезии. Да, интересный ход карьерного, профессионального роста. Сколько вы лет в геодезии, в землеустройстве? В геодезии, в землеустройстве, в кадастре я с 2003 года начинал я с, опять же повторюсь, скажем так, с муниципальной организации, в которой занимался межеванием. Потом я ушел в строительство, занимался порядка трех-четырех лет, я был в строительстве. Был начальником геодезических отделов, занимался строительством, согласованием в процессе строительства. Ну и потом уже попал непосредственно в нашу организацию. И в настоящий момент занимаюсь экспертной деятельностью в области геодезии, кадастры, изживания. Ну и все как-то, всех тех тем, которые связаны с каким-то изысканием в области строительства. Я не хотел бы позадавать изначальные вопросы, которые в принципе важны всем. Что такое геодезия, что такое межевание, что такое картография? Как эти науки между собой пересекаются? Потому что очень трудно обывателю разбираться в таких простых вещах, которые для вас очень просты. Геодезия, картография, межевание. Можете в двух словах хотя бы описать термины, с которыми мы сейчас будем как жонглеры с шариками? Ну на самом деле относительно терминологии, путаются в ней не только несведущие в этом люди, а в принципе есть путаницы и среди профессионалов. Поскольку, собственно говоря, это можно проследить на примере того, как называются организации, которые занимаются на данный момент всей этой деятельностью. Допустим, есть кадастровая палата, которая находится где-то в Росреестре. Но в свое время она была и земельным комитетом, и комитетом по земельно-имущественным отношениям. В общем, как только они не назывались, и каждый раз, с каждой новой реформы получалось, что менялось название... То есть у инженеров менялось их... Да. То есть менялось название организаций, ведомств, которые занимались проблематикой. В результате сейчас, скажем так, главная у нас организация, это Министерство экономического развития, которое как бы командует темой кадастры, скажем так, землеустройства, диадезии и картографии. То есть, если раньше это как-то было все отделено, было какие-то свои самостоятельные ведомства и организации, теперь все это как-то объединено. Но от этого путаница... Да, соответственно, путаница не только в названиях, но и в сферах, которыми занимаются данные ведомства. То есть, и функции даже, на уровне функции, чем занимаются Министерства и ведомства, и подконтрольные им, как бы, организации, да, постоянно, в связи с постоянными реформами в нашей стране, меняется и законодательство, и меняются функции организации. И в связи с этим, в общем-то, и меняются и терминологии, да. То есть, есть... Давайте начнем, наверное, пожалуй, с... Что такое есть кадастр, да, поскольку слово, как бы, в слуху, но не всем очень понятно, что это такое. Ну, вообще, кадастр это есть, если просто для обывателя, некие сформированные данные на основе чего-то, да. Да, в данном случае, когда говорят про кадастр, имеют в виду базу по объектам недвижимости, каким-то. В нашем случае, в настоящий момент, речь идет о кадастре объектов недвижимости, в которое входит земля, строение, квартиры. Все это... Всем этим занимается кадастр. И кадастровый инженеры. Еще проще. Если у вас есть земельный участок, квартира, дом, это все объекты кадастров. Они подлежат учету, значит, это объекты кадастров. Ну да. Следующее понятие. Пускай будет... Геодезия. 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 Геодезия – это просто наука. Такая же наука, как, не знаю, геология. Тогда геодезист. Геодезист, что ли? Геодезист. Геодезист – человек, который занимается геодезией. То есть это может быть человек и... А если раз... Формально это человек, который закончил профильный институт, или какое-то учебное заведение, который имеет какие-то наборы навыков в сфере определения, скажем так, в сфере измерений каких-либо природных, а также, трудно, конечно, сформулировать... Строительных объектов? Строительных, даже, да, я бы даже был более... Геограничных. Объектов искусственного происхождения, скажем так, поскольку, как бы, геодезист работает не только в полях, на самом деле, он работает и на стройке, он работает даже на заводах, особенно, если речь идет, скажем, о строительстве, ну, не знаю, больших кораблей, или строительстве каких-то сложных технологических объектов, да, то есть там тоже необходима геодезия, очень высокоточная, для того, чтобы состыковать большие, объемные какие-то объекты, да, то есть там тоже нужна геодезия. Что, где еще работает геодезист? Ну, в последнее время появились новые сферы применения, скажем так, новые сферы, где нужна геодезия, да, как я уже сказал. Ну, во-первых, как я уже сказал, это вот высокоточная работа на, скажем так, при монтаже, монтажные работы каких-то высокотехнологичных объектов. Типа вышки, лэб, там, и так далее. Вышки, лэб, даже не про это идет, и речь идет о, допустим, строительство какого-то большого корабля, да, или монтажа, допустим, на каком-то заводе высокотехнологичного оборудования, где отклонение, допустим, несколько миллиметров приведет к тому, что просто оборудование не будет работать, да. Геодезия, естественно, делает измерение масштабного оборудования, не миллиметровые же, да, гаи каких-нибудь, а... Нет, то есть эта работа там идет на доли миллиметров, соответственно, для того, чтобы можно было смонтировать вот этот вот объект, или, допустим, также это используется при, допустим, есть некоторые виды работ, когда важно отслеживать с помощью каких-то либо приборов отклонение того же самого оборудования в пространстве, да, но это вот, в принципе, этим геодезия занималась всегда, но не на таком... Слушайте, я могу подвести уже черту о том, что геодезические измерения понадобятся не просто при каких-то земельных спорах, а еще в случае при проведении строительных экспертиз, где требуется узнать, допустим, крен стены, крен здания, да, крыши... Да, отдельные виды работ, это работы, связанные непосредственно со строительством, то есть исполнительные съемки выполненных работ, а также определение, соответствуют ли выполненные работы на строительном норме, да, то есть это важная работа, которая, в принципе, сейчас по всей стране, скажем так, требования к точности нормативной, которые раньше, как бы, все их знали, они были прописаны, да, не исполнялись, но, скажем так, следили за этим АБК, так, сейчас все это всячески усложняется, да, контроль увеличивается за исполнением тех нормативов, которые прописаны, есть, работает их очень сильно, технический надзор, очень сильно работает в фирмах, которые связаны с строительной собственностью, свой контроль за качеством выполненных, вот, всех мероприятий, плюс те органы, которые должны проверять, припринимать в эксплуатацию строение сооружений, также всячески отслеживают качество выполненных работ. В связи с этим... Ясно. Давайте, наверное, перейдем к следующему вопросу. У нас, пожалуй, два самых важных вопроса, то есть это были немножко вводные, это все-таки вопрос, что такое межевание, что такое землеустроительная экспертиза, что такое межевание, давайте для наших зрителей немножко расскажем, что это. Процесс межевания – это процесс постановки на кадастровый учет границ земельного участка. В процесс межевания входит несколько этапов. Этап первый – это непосредственные полевые работы, в процессе которых на местности устанавливаются границы земельного участка. Второй этап – это составление межевого плана. И третье – это сдача... Подача, да? Подача документов, да, подача документов в органы, которые проверяют все документы, в том числе и правоустанавливающие документы. И в итоге выдают кадастровый? Да, и итоговый результат всей работы – это получение кадастрового паспорта. Ну, я так понимаю, что межевание – это абсолютно не конфликтный блок профессиональной деятельности, то есть там в межевании нету никаких споров, конфликтов и так далее. Я понимаю. Как раз совсем наоборот. Межевание очень сложное. Осложнено тем, что в процессе межевания необходимо согласовывать границы, будущие границы земельного участка. С соседями. С соседями, да. И здесь есть сложность одна, что, во-первых, даже несколько сложностей. Сложность номер один, что все мы люди и просто у нас бывает плохое настроение, натянутые отношения с нашими соседями – это раз. Да, и просто соседи нам отказываются по разным причинам подписывать оказывание границ. И еще один есть момент – мы просто не знаем, можем не знать наших соседей. Они могут не появляться, пропасть и так далее. Мы их физически не можем найти, не знаем, где они находятся и так далее. Но в самый ответственный момент, когда у нас происходит, допустим, уже оформление земельного участка, мы уже выходим на финальную стадию, вдруг появляются... соседи появляются, да, и выясняется, что с ними надо было согласовать наши границы, мы их каким-то образом не предупредили, мы о них не знали, не предупредили, и тогда уже все возникает осложнение, и может дело доходить до суда. Послушайте, а как вы укрочиваетесь в таких ситуациях, когда появляется соседка? То есть, ну, грубо говоря, есть договор об оказании услуг по постановке земельного помежевания и постановке согласования и постановки земельного участка на учебном кадастре. Дело в том, что все, ну, большинство, скажем так, организаций, которые занимаются межеванием, скажем, разграничивают свою работу, то есть непосредственно на межевание, как правило, они на себя не берут. Ну, если речь, конечно, не идет о... Ну, мы сейчас говорим об обыкновенных межеваниях, стандартных физических лиц, там, каких-нибудь соточных участках, да, в данном случае, как правило, все организации отказываются брать на себя процесс межевания, согласования границ земельных участков, ограничиваясь измерением, ограничиваясь измерением, да, и составлением планы, и подачи, соответственно, на проверку и регистрацию. То есть, фактически, заказчик данных межевых услуг обязан предоставить письменные согласия соседей в процессе, да, начали? Да, ему передается акция голосования границ с соседями, и заказчик работ сам согласовывает границы своего земельного участка. Ну, в принципе, я так понимаю, что так же делаете и вы. Да. Да. Ясно. Я полагаю, что, в принципе, основные термины кадастровый инженер, кадастровый паспорт, межевание, межевые работы, мы уже оговорили, да? Да, если, в принципе, советую просто открыть интернет, набрать 221-й ФЗ. О чем ФЗ? Государственный кадастр. То есть, все термины, которые нам интересны, которые мы обсуждали, там все эти термины есть. Достаточно кратко доступно там все это описано в самом начале в главе термины, да? То есть, там все есть. Кто такой кадастровый инженер, что такое кадастр, в чем отличие, какие особенности. Все кратенько там прописано, даже не кратенько, я бы сказал, довольно-таки подробно. Все, кому интересно, пожалуйста. Так, и последний, самый интересный термин, который хотелось бы обсудить и затронуть, это землеустроительная либо земельная экспертиза. Ну, давайте просто поговорим о терминологии. Откуда взялся этот термин? Почему он вот такой вот играющий, земельная экспертиза, землеустроительная экспертиза? Наверное, она... И ваша роль в данной экспертизе. Я бы так... Опять же, наверное, вернемся к началу, что вообще в разных, скажем так, есть у нас... В десятилетиях, да? В десятилетиях, да. У нас есть государственная экспертиза, которая занимается Минюстом. Многое, кто занимается государственной экспертизой. Ну, в том числе, да, как бы... Ну, скажем так, основная государственная организация, которая этим занимается. Министерство юстиции... При Министерстве юстиции есть эксперты... Землеустроители. Землеустроители. Но даже они себя не называют землеустроителями, то есть изначально исторически все вопросы связаны с землей, в силу того, что ранее вопросов земли и недвижимости не возникали, в силу того, что земля была государственной и частная собственность как таковая отсутствовала в принципе. Поэтому вопросы собственности, они не возникали после того, как собственность… Возник земельный кодекс еще. Возник земельный кодекс. Самое главное, что земельный кодекс возник после того, как возник предмет спора. Да, возник предмет спора. И с этого времени началось выделение из инженерно-технической сферы, из экспертизы строительно-технической, скажем так, правильное название было на тот момент, так называемой землеустроительной экспертизы. Почему землеустроительной? Ну, потому что первоначально кадастро в нашей стране как такового не было. Кстати, сейчас некоторые научные работники, экспертизу связанную с землей, с измерением земли, да, стали заименовать именно кадастроэкспертизы. Я видел, даже встречал такой достаточно интересный термин, можно назвать его смешным – землеобустроительной экспертизы. Землеобустроительной, да. Вот. На самом деле это просто… фактически это измерение земельных участков. Правильно? Фактически, да, измерение земельных участков, но просто терминология страдает всего того, что… На самом деле мы знаем, почему она страдает, потому что те органы, которые взяли на себя роль развития судебной экспертизы, развитием судебной экспертизы не занимаются. До сих пор вот эти вот основные наши ведомства, которые занимают судебной экспертизой – МВД, ФСБ, МЕНЮС и т.д. и т.п. Вот примерно 8 ведомств, занимающихся судебной экспертизой. Каждое ведомство у себя обзывает другого варианта, я не могу привести, обзывает все виды экспертиз, судебных экспертиз, как им заблагорассудится. При этом, сводя вот эти реестры с наименованием экспертиз разных ведомств, мы видим чуть ли не 90% несоответствия по терминологии. Поэтому, уважаемые господа, адвокаты, юрист-консульты, просто граждане, если вы называете экспертизу по измерению земли, называйте ее, в принципе, как вам Бог на душу положит. Называйте ее кадастровой экспертизой, называйте ее землеустроительной, называйте ее инженерной – это все одно, в принципе, и то же. Инженерная экспертиза по определению границ, инженерная экспертиза по установлению площади земельного участка, кадастровая экспертиза по установлению границ площади, межи и т.д. Поэтому пока наше государство не будет заниматься в лице РФЦС и Минюста, не будет заниматься своей работой, а будет заниматься чем угодно, будет продолжаться такая вот неразбериха. Пожалуй, все. У нас, как обычно, на портал поступают сотни вопросов, связанных с судебными экспертизами. Небольшой объем вопросов сегодня мы можем обсудить и самое интересное, самое популярное – поднять и доложить нашим зрителям. Итак, вот такие вот вопросы к нам попадают, которые маленькие, неемкие, поэтому ответить на них крайне сложно, но все-таки мы попытаемся. Добрый день, уважаемые эксперты. Мой участок не прошел межевания, не межован. Может ли ваш эксперт-землестроитель провести по нему землестроительную экспертизу? И будет ли она законна? Ну, такие вот загадочные вопросы, на них мы будем тоже вынуждены отвечать загадочно. Ну, да. Даже если ваш земельный участок не прошел установление границ в соответствии с действующим законодательством, В кадастре, значит, он не находится? Да, в свидании о кадастре о нем отсутствует. Это не является основанием для того, чтобы не провести землеустроительную экспертизу. Возможно, вопрос, который у вас, который сейчас у вас на повестке дня, который вы решаете в суде, он как раз и связан с тем, что вы ранее не проводили межевание. А с чем связан сам факт отсутствия у людей межевого плана, как такового? То есть люди, по всей видимости, в 70-х, 50-х, 40-х годах получили документы, построили дачный участок, поставили колышки, забор так называемый, Выросли, умерли или там находятся в 70-80-летнем возрасте, им никакие кадастры, в принципе, уже не интересны. Внуки пытаются оформить все это дело на себя после смерти престарелых людей и ничего не могут с этим подделать фактически. Да и возникает вопрос, где та земля, которую мне передали по наследству, а что, как я могу ее получить, как я могу ее продать, если эта земля мне не нужна. Я прав? Вы правы. К сожалению, это бина нашей страны. Реформа и за реформами. Во-первых, реформа реформ, да. Во-вторых, есть, не знаю, сознательная или несознательная позиция государства в этом вопросе. Почему-то даже так называемые эксперты по радио, телевидению весьма ответственно заявляют, что если у вас есть право устанавливающие документы, там, свидетельства, допустим, да, неважно какого года, то вы можете не беспокоиться, жить себе, как вы жили раньше, никто у вас не отнимет земельный участок, и межевание и постановка на кадастровый учет вроде бы как необязательная процедура. А вы как эксперт землеустроитель, что бы хотели сказать на самом деле? На самом деле, я могу сказать, что, мягко говоря, это неправда. То есть, при каждой реформе, очередной реформе, связанной со сменой номинования регистрирующего органа, все должны махом бежать в рекпалату и менять свои документы? Даже не так. Собственно говоря, кадастр как таковой, именно слово кадастр, да, он у нас существует давно, но ведется реально с 2004 года. То есть, фактически 10 лет? Фактически, да, только 10 лет, и то в зависимости от региона нашей необъятной страны, как таковой кадастр существует. Хотя, само межевание проводилось, конечно, и до 2004 года, и были ли базы данных, в которых все эти данные были, но в связи с реформой 2004 года, даже те данные, которые были ранее, были в реестре, они все практически пропали. Я могу предположить, что большой процент спора связан с тем, что есть человек, который зарегистрировал свой земельный участок в госкадастре, да? Да, да. Именно в 70-х годах, который фактически говорит о том, что участок соседа и его участок находятся на... Совершенно друг на дружке. Да. Эти споры у вас и происходят? Именно эти споры происходят, особенно этих споров много в тех регионах, в тех областях, где стоимость земельных участков, коммерческая стоимость. Высока. Высока. Не будем скрывать, что есть отдельный бизнес по поиску и перепродаже соответствующих правоустановочных документов, государственных актов, свидетельств о праве собственности и так далее. Это криминальный бизнес? У меня полукриминальный или даже криминальный. Ясно. Интересно, вот в случае, когда я, то есть у человека есть, у моего соседа есть документы про ошедшие госкадастры, да? Да. И у меня есть документы о том, что его участок и мой участок это единый участок, но у меня не формуляр, а бланк свидетельства 70-х годов. Как суд принимает решение? К сожалению, так же, как и во всех остальных случаях, суд принимает свое решение, ну скажем так, с некой долей субъективности. Да, субъективности мнения непосредственно судей, поскольку с точки зрения законодательства все правоустанавливающие документы, неважно какого они года, они имеют равную силу. Неважно, если у вас даже есть свидетельства. Это равная силу. Да, если у вас есть документ правоустанавливающий с 70-х годов или начало 90-х и правоустанавливающий документ 2014 года, они имеют одинаковую силу. Но при этом надо учитывать, что есть другие документы, которые свидетельствуют о местоположении вашего земельного участка. Собственно говоря, почему и все споры у нас происходят? Кополизативные, то есть, да? Да, то есть, почему мы сразу в самом начале стали говорить о кадастре и о том, что обязательно с нашей точки зрения проводить процесс межевания и постановки на кадастровый учет границ земельного участка. Потому что это кадастровый паспорт, да, это единственный технический документ в настоящий момент, который говорит достоверно о границах вашего земельного участка. Свидетельство, ну, в общем, мы сейчас говорим про свидетельство, сам по себе таких функций не несет. То есть, он только подтверждает ваше право на земельный участок. Но границы нет. Ну, соответственно, где расположен земельный ваш участок, он об этом не говорит. Давайте продолжим. Второй вопрос, поступивший на портал суд-экспертиза.ру, следующий. Добрый день, уважаемые эксперты-землеустроители. У меня в арбитражном суде находится дело о серветуте через земельный участок. Участок расположен в Сергиевом Посаде. Площадь участка 2,7 га. Длина дороги через участок 900 метров. Вопрос номер один. Можете ли вы провести землеустроительную экспертизу по моему серветуту? И какова его стоимость? И второй вопрос. Можете ли вы выдать мне информационное письмо, в котором указать стоимость экспертизы, указать кандидатуру экспертов-землеустроителей, указать сведения о стаже и об образовании данных экспертов? Все. Вот такой вопрос. Да, мы, конечно, готовы провести экспертизу по установлению границ земельного участка необходимого под сервету. Да. Относительно... Дело в том, что в вопросе указано мало информации. Во-первых, не указано точное местоположение земельного участка. Сергей Фасад. Сергей Фасад. Хорошо. А если, допустим, это Сергей Фасад, это хорошо, то есть это московского гостя, но помимо этого нам нужно знать некоторые данные дополнительные относительно земельного участка. А именно... Да, это серветут. Но серветут необходим для чего? Для проезда к земельному участку? Не так полагаю, дорогу? Ну, естественно, да. Или какому-то строению. Как будет использоваться этот земельный участок? Для проезда какой-то специальной техники, то есть это... То есть речь идет о пожарных машинах? Как это значит? Или речь идет о пожарных машинах? Или речь может идти о каких-то фурах? Или речь идет о каком-то частном земельном участке, к которому планируется проезд только личного автомобиля? Раз момент. Второй момент вытекает из-за назначения. Соответственно, допустим, если мы речь говорим, что мы планируем проезд для крупной какой-то техники, тех же фур и всего остального, видимо, эта техника подъезжает... 2,7 гектара, это действительно какая-то промышленная территория? Какое-то промышленная территория? Я же не обратил внимания сразу. То есть вполне возможно, я так предполагаю, что, видимо, это какой-то промышленный объект, может быть склады, может быть какие-то магазины, может быть какой-то офисный центр, все что угодно. Поэтому нам необходимо знать, какие конкретным объектам недвижимости предполагается проезд запланировать. Я бы, наверное, даже сказал так. Уважаемые господа, если вы задаете вопрос на портал, есть очень удобная формочка заявки. У нас в этой заявке есть... Ее можно оформить в формате онлайн, забить туда все необходимые для работы эксперта данные, с тем, чтобы получить точный ответ по стоимости срокам проведения экспертизы. По поводу второй части, на предмет выдачи информационного письма. На предмет выдачи информационного письма нет ничего проще. Организовать все ее действия. Достаточно приехать и получить письмо. Да, можно, вариант номер один, можно позвонить нам по телефону, обговорить все моменты спорные, мы проконсультируем, еще раз обговорим вопросы, которые необходимы для экспертизы. Вы нам сообщаете свой адрес электронной почты, мы вам присылаем в электронном виде непосредственно само информационное письмо, в котором его указано, стоимость экспертизы, вопросы для экспертов, экспертов, которые готовы провести данную экспертизу. А также мы вам пришлем в приложении копия образовательных документов и специалистов, копия свидетельств и лицензий. И вариант номер два, вы приезжаете непосредственно к нам на консультацию, мы с вами, опять же, обсуждаем... Да, просто знакомимся. Да, просто знакомимся, смотрим ваши документы, вы смотрите на нас, и, в общем-то, при вас составляем полноценное информационное письмо, с семейными печатями, которое вы можете непосредственно сразу предоставить в суд. Спасибо. Следующий вопрос. Опять-таки, по сервитуту женщина пишет, я жительница такого-то района Московской области. В данный момент у нас с соседями идет судебный спор, связанный с проходом через их территорию. Так как дом трехквартирный, и их квартира находится с внутренней стороны, точка. Кому можно обратиться, чтобы узнать, есть ли смысл назначать земельную дорогостоящую комиссию для суда? Почему-то комиссия, наверное, речь идет о комиссионной экспертизе для суда. Так, ну, на самом... Так это названо, так это названо. Да. Ну, на самом деле, вопрос, скажем так, с подководкой. Адвокаты, кстати, на такие вопросы не могут ответить, потому что они не инженера, ни геоднозисты, ни землюстов. Дело в том, что для того, чтобы ответить полноценно о возможности или невозможности проведения экспертизы... ...целесообразности даже. Да, даже целесообразности. Конечно, необходимо видеть документы. Необходимо видеть документы, хотя бы представлять приблизительно общую ситуацию на данном земельном участке. Сказать что-то без... Вот просто исходя из запроса очень тяжело. Поэтому, повторюсь, если вопрос касается сервитутов, да и, в принципе, какой-либо экспертизы, оптимальный вариант это связаться с нами по телефону, либо прийти к нам на консультацию. Консультации, кстати, здесь абсолютно без плана. Пожалуй, переходим к следующему вопросу. Вот такой вопрос. Уважаемые эксперты, должен ли эксперт в своем заключении указать на именование своей организации, приложить паспорт кадастрового инженера, поставить печать на свое заключение? Вот в моем случае в ответе на вопрос суда эксперт-землеостроитель указывает на факт смещения кадастровых границ участка, а во втором ответе говорит о запользованной земле. Вот такой вопрос. Ну, относительно того, что... Должен ли указать на именование организации? Ну, так, по-моему, должен. Да. Естественно. Должен ли он приложить паспорт кадастрового инженера? Ну, если у него есть паспорт кадастрового инженера, да, конечно. А если нету? Ну, если нет, так нет. Нет, так нет. Дело в том, что у нас, уважаемые зрители, в настоящий момент закон о судебно-экспертной деятельности в новой редакции до сих пор не принят. И в данном законе, в принципе, четко указано, что должно содержать в себе заключение эксперта. Так вот, никакие паспорта, удостоверения, сертификаты и свидетельства не требуются для прикладывания к заключению эксперта. О них просто можно указывать. Можно, но никто не обязан указывать эти сведения. Тем более, паспорт кадастрового инженера. Это же не услуга по межеванию и с последующей постановкой на кадастровый учеб, как мы поняли. Поэтому, пожалуйста, хотите прикладывайте, хотите не прикладывайте. Следующий вот вопрос. Требуется ли ставить печать на заключение? Ну, конечно. По подтверждениям... Я думаю, не всегда. Вот есть одно исключение. Если ваш эксперт является индивидуальным предпринимателем, то в текущей редакции законопроекта судебно-экспертной деятельности эксперта может быть любое лицо и индивидуальный предприниматель, и физическое лицо, не зарегистрированное никак. Соответственно, если ИП или физлицо не имеет печати, а это не запрещено, то, пожалуйста, экспертизм может быть просто подписан на эксперт. Но, к счастью великому, таких вот профанов на рынке становится все меньше и меньше. Поэтому, я думаю, этот последний вопрос в ближайшее время таких вот рецедентов мы не увидим. Потому что с принятием законопроекта законно-судебно-экспертной деятельности формат, где формат индивидуальных предпринимателей тире экспертов не предусмотрен, никаких в ближайшем будущем никаких ИП судебный эксперт-земный строитель или просто какой-то судебный эксперт мы не увидим. И таких вопросов, я думаю, в наш адрес мы не будем получать в принципе. Последнее. Я не понял, что это такое. я думаю, что даже отвечать на бессмысленный вопрос. Ну, вопрос может быть имеет смысл, но опять же, для того, чтобы ответить что-то более конкретно о ранее проведенной экспертизе, необходимо увидеть данную экспертизу. Да. Сделать полностью ее анализ. Продолжим. Уважаемые эксперты, мой дом находится на границе с соседним участком. Завалинка имеет размеры 45 см ширина и 45 см высота. На соседнем участке она была построена вместе с домом в 1927 году. В прошлом году с разрешения соседки мы отремонтировали завалинку, не изменив параметры. Залили бетон внутри кирпичной кладки, которая была выложена до межевания. В этом году соседка подала на нас в суд иск о захвате ее территории. Требует проведения землестроительной экспертизы. Как мне доказать, что это не захват ее территории, а завалинка, то есть принадлежность старых строений? Вот такой вопрос. Интересная экспертиза. Что такое завалинка? Завалинка вообще это фундамент. То есть это фундамент, на котором стоит деревянное здание, сруб. Но вообще завалинка это часть как раз то место это фундамент. Это фундамент. Завалинка это часть это верхняя часть фундамента, на которой находится непосредственно основной находится дом. Продолжим. Как доказать, что это не захват территории, а завалинка, то есть принадлежность старых строений? Вообще в данном случае нужно смотреть анализировать документы, которые были первоначально на земельный участок. Потому что мы сейчас мы говорим с вами о границах земельного участка. Как они проходили до того, как земельный участок был поставлен на межевание. 27 год, я думаю, что там ничего практически нет. В любом случае земельный участок стороны по этому делу у него по документу была какая-то площадь. Навряд ли границы земельного участка проходили прямо по фундаменту дома. Такое бывает крайне редко. Как правило, границы проходят на каком-то расстоянии от дома. Тут нужно анализировать все документы. И технические паспорта на здание, и правоустанавливающие документы, а также документы, которые свидетельствуют о границах земельного участка до межевания и после межевания. Всех сторон причем. Я думаю, здесь возможно, я тоже не совсем понял вопрос, возможно, речь идет о том, что фундамент это все-таки нечто широкое. И граница дома, вот допустим, фундамент шириной полметра, и граница дома была сначала стояла вот здесь, стена строила, и была пересена вот сюда. Возможно. Возможно. Возможно такой вариант. Просто информация, которая стоит недостаточно для ответа. Итак, тогда мы продолжим. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, судебно-строительная техническая экспертиза и землюстроительная экспертиза это одно и то же или нет? Судья назначила в моем случае строительную техническую экспертизу, но вопросы касаются исключительно землеустройства. Вот такой вопрос. Классик. Классический вопрос. Ну, мы уже начали наш сегодняшний разговор, мы уже говорили о том, что мы можем нашу экспертизу называть в принципе. Называть ее судебной? Да, называть ее правильной, что ее правильной, правильной, ее называть судебной, если она по решению суда. Да, или просто называть экспертизой. А как она будет называться землеустроительной, кадастровой, строительно-технической, инженерно-технической? В принципе, не столь важно. Главные вопросы, которые ставятся. Главные вопросы, которые ставятся, главное, чтобы судья утвердила реестр экспертов, которые будут отвечать на данный вопрос. Потому что если здесь будут экспертизы землеустроительные, а в приложении оценщики, то, извините, такую экспертизу проводить нельзя. Вернее, этот состав экспертов просто физически не сможет выполнить данную экспертизу. Поэтому, если у суда хватает знаний, если она почитала пособие для судей порядка назначения экспертизы, у нас такие пособия имеются. Если она четко определилась о том, что эта экспертиза землеустроительная или строительно-техническая, она так и должна и называть ее. Землестроительная или строительно-техническая. Если она подозревает, что там вопрос оценки строительных объектов, пускай надо через запятую перечислять все интересующие суд виды экспертизы, которые будут задействованы. Что будет еще более правильно. Перейдем к следующему вопросу. Добрый день. Мы купили дом в 2000 году. Неживание земли не проводилось. Есть акты закрепления границ по существующим ограждениям. Поставлен участок на кадастровый учет по результатам инвентаризации в 2007 году и без проведения геодезических работ и без согласования границ с соседними. Уже в 2010 году выявляется наложение границ участка. Мы же заборы не передвигали. Как нам доказать в суде, что произошла кадастровая ошибка или что-то другое. В общем, доказать, что нашей вины в этом деле нет. Наш сосед упирается и хочет снести гараж, который заходит на его территорию на 25 сантиметров. Спасибо за ответ. Вот так вот. Ситуация следующая. Попробуем восстановить ее, так сказать, хронологию. В 2000 году при покупке земельного участка скорее всего границы... При покупке дома. А, даже дома. Да, земельный участок не получается. Ну, я предположу... Скорее всего был куплен дом вместе с земельным участком. Есть вариант предположим вот такой. Навряд ли... Скорее всего ситуация такова. В 2007... Скорее всего. Потому что, опять же, повторюсь, информации крайне мало, но пофантазируем. В 2007 году возможно в рамках какого-нибудь муниципального заказа были проведены работы по литерализации земельных участков, находящихся в границах муниципального образования. В результате которых этих работ в базе, в так называемом кадастры базе, виртуально появились границы земельных участков. Но при этом все эти участки все равно подлежат процессу межевания. То есть, для того, чтобы скажем так... Детально. Да, то есть все эти земельные участки и границы все равно согласно действующему заказательству требуют уточнения. В 2010 году вывелся наложение границ земельного участка. Видимо, это связано с тем, что сосед решил таки узаконить свои границы и провел промежевание, в результате которого были установлены его некие границы земельного участка. Вполне возможно, что они пересекают границы земельного участка людей, которые нам это пишут. А именно, имеется пересечение границ земельного участка согласно данным инвентаризации. В таком случае я вижу следующее решение этой проблемы. А именно, проведение измерений двух участков из своей ответчика. Далее, сопоставление этих границ с данными инвентаризации и кадастра, а также сопоставление всех этих данных с правоустанавливающими документы. Кроме того, если есть какие-то документы, можно еще проанализировать фактически границы земельных этих участков с документами, которые свидетельствуют о границах этих земельных участков в прошлом. Судя по тому, что это, скорее всего, муниципальный заказ и была проведена инвентаризация, скорее всего, речь идет о каких-то городских территориях. Следовательно, есть какие-то данные, которые хранятся в сведениях отдела архитектуры местного в виде карт формата тысячных и тысячных масштабов. Но, опять же, данные, которые нам представлены в вопросе, крайне скудны. Всю эту информацию нужно изучать подробно. Я, наверное, подвел бы резюме небольшое. Приносить документы переписываться можно долго, но безрезультативно. Проще принести документы, показать специалисту, который решит, уже заранее, в принципе, решит ваше дело, подскажет вам целесообразность обращения в суд. Лучше, чем юрист, зная все вот эти нюансы в судебных спорах. У нас эксперты, они фактически по пояс являются чуть ли не адвокатами, поэтому гарантии, которые дает эксперт, в данном случае эксперт-зимустроитель, они выше, чем увещевание любого адвоката. Поэтому, уважаемые адвокаты, доверяйте судебным экспертам, которые вам сильно помогут в решении любого, буквально любого судебного спора. Переходим к следующим вопросам. Неким кадастровым инженером была проведена судебная землеустроительная экспертиза по земельным участкам, спор и суды, между которыми длятся уже три года. Такая хорошая экспертиза была. Кадастровый инженер замерил ширину одного из исследуемых участков, который оказался на метр меньше фактической ширины. Я такой же кадастровый инженер и принимаю участие в судебных разбирательствах с самого начала в качестве поседения специалиста. Я проводил геодезическую съемку таким же оборудованием как эксперты. Как доказать, что я права? Заранее спасибо. То есть, получается, второй гражданский кадастровый инженер провел те же самые измерения. вывел и у него не сошлись. Как доказать, что она права? Или он прав? В данном случае, видимо, не обойтись без третьей экспертизы. А тут нету никакой второй экспертизы? Просто, видать, ее как консультанты пригласили на педагоге. значит, да. И у нее метр выявился, метр несоответствий. На пальце доказать нельзя. На пальце, конечно, доказать нельзя, но нужно проводить какую-то повторную экспертизу. Может быть, выездное что-то заседание. это дама писала такой вот. Дама является естественно неэкспертом. Любой судебный эксперт, которому на стол кладут на документы оппонента, изучают ее с точки зрения судебной экспертизы. Выявляют любые малейшие нарушения процессуального законодательства, нарушения экспертных методик, выявляют все арифметические и методологические ошибки, чего, в принципе, адвокаты могут сделать, но не всегда. Выявляя и собирая весь перечень ошибок, недочетов, нарушений, эксперт-землестроитель, который условно назирающий эксперт, делает вывод о том, что экспертиза сделана непрофессионально, либо сделана профаном, либо сделана с целью утаения правильного результата у правосудия. Профессиональный эксперт, он в этом случае выступает как рецензент, готовит по вашей заявочке так называемое заключение рецензионное заключение специалиста, специалиста в области в данном случае землестроительной экспертизы. Если эксперт профессионал, если он работает профессионально, его рецензионное заключение ложится на стол судьи, раздается всем сторонам по делу, и суд будет призадумываться, а стоит ли доверять первоначальному эксперту, а может быть возбудить по статье 307 уголовное дело за заведомо ложный донос. Но, как правило, такие дела не возбуждаются, а просто первоначальная экспертиза признается судом недостоверной или ложной и исключается из состава доказательств. То есть, суд эту экспертизу перестает учитывать. Соответственно, на основании лицензии суд может назначить повторную экспертизу, поручить ее проведение рецензиенту, либо любому другому эксперту или экспертному учреждению. И только в таком режиме при выполнении такого поведенческого алгоритма вы добьетесь того, что вы хотите. То есть, вы выявите, ликвидируете, оспорите первоначальную экспертизу и будете иметь право назначить повторную экспертизу, которая все-таки выявит, кто прав, кто виноват. Давайте перейдем к следующему вопросу. Я уже ответил за вас, чтобы иногда меняться местами. Письмо от адвоката. Здравствуйте, я адвокат, представляю интересы организации. Данное письмо имеет цель выяснить возможность проведения землестроительной экспертизы в вашей организации. В настоящий момент в арбитражном суде Московской области рассматривается наше заявление об обязатель передать в аренду моей организации муниципальные замены участка площадью 4000 квадратных метров, на котором находится объект недвижимости, производственный административный комплекс, площадью около 100 метров. Земельный участок относится к землям населенных пунктов. Разрешено использование стоянка большегрузных автомобилей. В 2009 году суд выносит решение, которым он удовлетворил наши требования и обязал администрацию предоставить весь участок площадью 4000 квадратных метров нам по договору аренды. Однако, вышестоящий суд по всей местиапелляционной отменил это решение и направляет дело на повторное рассмотрение, при этом указывая, что при повторном рассмотрении необходимо установить, является ли необходимым земельный участок площадью 4000 квадратных метров для использования здания, площадью которого является 100 квадратных метров. В настоящий момент перед нами стоит задача доказать суду, что для использования здания нам нужен весь земельный участок площадью 4000 квадратных метров. Нами планируется подать ходатайство о назначении поддела экспертизы. Согласно статье 33 земельного кодекса цитирую для целей неуказанных пунктов 1 и 2.1 настоящей статьи предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки землестроительной и проектной документации ей. Правила землепользования и застройки у нас в городском округе не приняты. Нет их. Но землестроительная документация в деле имеется. В связи с вышеизложенным вопросом на разрешение эксперта пролонируется поставить такие. Первый вопрос какой хороший прям. Замечательный вопрос. Существует ли норма отвода земель для размещения стоянки большегрузных автомобилей исходя из разрешенного использования земельного участка? Давайте по кускам отвечать а то мы запутаемся. Итак мы ситуацию поняли получается это некий склад 100 метровый вокруг склада имеется земельный участок площадью 4000 квадратных метров то есть площадь колоссальная и в суде первой инстанции суд предоставил владельцу здания весь земельный участок и обязал муниципальный орган заключить договор аренды долгосрочной по всей видимости на данный земельный участок суд второй инстанции с этим не соглашается и просит провести экспертизу которая бы доказала нецелесообразно предоставление владельцу здания всего земельного участка в аренду я не понял честно говоря как может зачем данному складу такой огромный земельный участок ну полагаю вы ответите на данный вопрос существует ли норма отвода земель да конечно существует норма как уже указано собственно говоря в самом вопросе существует норма отвода земель под конкретные объекты недвижимости в данном случае есть отдельная норма которая говорит о норме предоставления земельного участка конкретно под складские помещения она существует он даже не сказал что это за помещение ну ладно ну допустим оптовый склад оптовый склад да мы догадались действительно такая норма существует относительно норма предоставления земельных участков под стоянку да тут вопрос немного более сложный а здесь получается две цели то есть склад территории обслуживания самого склада это одно да проезд к ним это одно территория для стоянки это совсем другое то есть там надо получается смотреть в том что да вплоть до установки документов чем они занимаются не совсем так просто здесь экспертиза должна идти по немножко другому пути с моей точки зрения здесь нужно говорить о том что какое количество автомобилей какие их параметры которые необходимы для обслуживания данного склада то есть понятно что склад большой я так полагаю что гражданам понадобится представить допустим предыдущий допустим один год и показать таверно-транспортные накладные которые выдавались всем обслуживаемым автомобилям через этот склад ну в общем-то примерно так примерно так я знаю нормы не помните да? по складам почему это СП градостроительства планировка городских и сельских территорий и метраж какой или площадь там расписана норма предоставления земельных участков именно подсквозки помещения там эта норма есть ну естественно сколько приходится там на конкретно на складки я цифру не вспомню то есть теоретически я так думаю что им можно как подсказку ответить потому что господа то есть вы должны задать вопрос по норму земельного участка под склад и норму под стоянку то есть как бы два разбить земельного участка на два объекта тогда у них возможно произведение более того можно еще задать вопрос сколько требуется площади под использование земельного участка исходя из того что необходима парковка необходимы поджарные возможно какие-то подъезды и все остальное возможно участок этот находится в каких-то особых территориях где существуют определенные санитарно-эпидемиологические нормы тоже не исключено мы не знаем что что требуется то есть что они складируют на этом складе следуя логике мы видим о том что земельный участок 40 раз превышает площадь склада поэтому даже если мы просто физически возьмем то есть нам максимум понадобится 4 фуры для того чтобы разгрузить полностью заполнить товарами или выгрузить товары из данного складского помещения я думаю на самом деле суд поступит примерно в таком же формате то есть он посчитает кубатуру складского помещения посчитает кубатуру грузовика посчитает количество как в арифметике сколько грузовиков может обслуживаться и на этом остановится вопрос в другом какова площадь реально необходимая для того чтобы эксплуатировать склад возможно площадь да слишком большая но в 40 раз повышающая в 40 раз повышающая если у меня есть ответ господа это будет смешно если на складу будут продавать гелевые шарики тогда мы можем наполнить много сотен грузовиков гелевыми надутыми шариками пожалуй мы не будем больше дискутировать по данному вопросу переходим к следующему по вопросу по этому же кстати земельному участку может ли быть определена площадь земельного участка необходимая для использования зданий общей площади 94 ну 90 метров ну эксперт определить это сможет мы уже об этом сказали является ли площадь земельного участка с учетом расположенного на нем здания необходимой и достаточной для осуществления уставного вида деятельности нашего общества с ограниченной ответственностью размещение стоянки большегрузных автомобилей на нем вот наконец-то он тут указал о том что у него уставная деятельность это стоянка большегрузных автомобилей он должен в принципе доказать о том что эту деятельность он ведет не просто он как бы доказать что он принимает денежные платежи ну на самом деле это совсем уже адвокатская тематика нам достаточно если будет указан в вопросе плюс будут иметь какие-то технические паспортностроения которые будут свидетельствовать о том ладно переходим к следующему то есть там на самом деле два объекта территория обслуживания в любом случае мы сможем выполнить эту экспертизу и рассчитать нормативно необходимую площадь продолжим может ли ваша организация провести данную землеустроительную экспертизу по данным вопросам в случае утвердительного ответа готовы мы хотели бы согласовать с вами сроки и стоимость проведения экспертизы вот так ну для согласования сроков стоимости а также экспертов советую позвонить нам назначить полноценную консультацию мы с вами все встретимся обсудим посмотрим изучим посмотрим изучим ясно на самом деле мне очень я знаю с ваших слов о том что данный вид экспертизы то есть уникального вид такой вид экспертизы он крайне востребован то есть скажем так цель данной экспертизы и цель адвокатов которые обращаются в центр земельных экспертиз по данным вопросам является некое юридическое приращивание земельных участков к строительному объекту именно данный вид экспертизы хитрый новый достаточно новый лет 5 существует примерно позволяет да позволяет приращивать земельную землю к строительному объекту он очень связан сильно с с внедрением сервитутов он позволяет заставить муниципальные органы предоставить собственные куздания необходимые ему для нормальной жизнедеятельности предприятия земельный участок кстати хитрецы есть тоже конечно же среди адвокатов которые в преддверии суда изучает вышвыказанные там снипы там санпины там пожарные нормы изменяет немножко встанную деятельность немножко занимается несколько ими 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 деятельности показательно в течение полугода года и заявляет о том что они стали заниматься оптовой торговлей что требует для них расширения земельного участка вокруг их здания которое как правило здание находится в собственности а земельный участок хочется его либо получить из аренды в собственность как вариант согласно действующему законодательству из аренды в собственность это реально да собственно говоря основная часть людей которые обращаются это собственники объектов недвижимости которые чей объект недвижимости находится на арендованном земельном участке то есть они у них спаль некоторое время они там допустим как у них все происходит они там 5 лет платят аренду через 5 лет они ведут свое хозяйство они платят аренду и через какое-то время согласно действующему законодательству они имеют право выкупить земельный участок который у них находится в пользовании по тендеру или как в данном случае надо читать законодательство сейчас я не смогу сказать но они имеют право другой разговор что это право нужно еще отстоять дело в том что вам могут отказать в руине муниципальной власти в выкупе данного земельного участка и дальше собственно говоря что и происходит тогда собственники объектов недвижимости обращаются в суд и уже в судебном порядке устанавливают тот земельный участок который нормативно необходим под использованием объекта недвижимости то есть они просто продолжают платить аренду но уже прирастив к своему строению более крупные земельные участки да не крупные хотя речь даже идет о том что хотя бы тот который у них уже есть в аренде хотя бы хотя бы тот чтобы вернуть но вопрос выкупа это однозначно решаемый вопрос однозначно решаемый то есть в любом случае не с первого раза так с десятого да ясно учитесь пожалуйста последний вопрос здравствуйте уважаемые эксперты наш многоквартирный жилой дом был сдан в эксплуатацию в 1989 году у меня имеется технический паспорт составлен на тот же год нами в архиве были найдены решения из полкома народных депутатов количество 5 штук начиная с 1986 года в которых идет речь от начала проектирования до момента сдачи дома в эксплуатацию в этих решениях даны указания по отводу земель в натуре через архитектурно-планировочное управление вот есть такой было такой да в техническом паспорте имеется раздел так называемой экспликации земельного участка где проводится полное описание нашего земельного участка в 2009 году в момент формирования земельного участка выяснилось что часть земельного участка находится под МКАДом вот так передана по договору аренды третьему лицу без согласия собственников многоквартирного дома вот так вопрос может ли землестроительная экспертиза установить принадлежность данного земельного участка участка нашему дому и имеет ли силу на данный момент решение из полкома городского совета народных депутатов датированного 1987 года спасибо это не Москва это другой регион это МКД но не МКАД а МКД это город Астрахань Астрахань давайте ну пожалуйста ситуация сразу похожая нет на самом деле если была Москва была бы ситуация абсолютно абсолютно неизвестная и интересная да ответить бы мы не могли в данном случае я думал эту букву пропустили просто МКД ну это МКАД кольцевая дорога так ну наверное давайте разделим может быть ответ на вопрос может ли экспертиза установить принадлежность данного земельного участка нашему дому раз да данный скорее всего мы можем ответить на этот вопрос почему скорее всего потому что надо представлять как выглядит тот документ который был предоставлен в 89 году физически ли возможностям работать является ли материал картографическим если он таковым не является мы просто физически не сможем как-то построить в пространстве границы земельного участка если там уже отмечены углы дома дом допустим четырехугольный да хоть нет круглый это тяжелее тяжелее все равно любой материал любой графический носитель информации для нас представляет интерес если он является картографическим материалом по своим признакам если он таковым не является значит мы с ним не можем работать так что в данном случае все зависит от документов которые вы имеете без того чтобы без анализа данного документа ответить на вопрос довольно таки сложно и под вопросик имеет ли силу на данный момент решение исполкома городского совета народных депутатов 1987 года ну если оно не отменено то да конечно ясно поможем пусть присыл пусть присылая документы посмотрим самим интересным с радостью проведем экспертизу вот и все дамы и господа сегодня мы замечательно пообщались на тему межевания землеустройства и землеустроительной экспертизы надеюсь мы много раз еще встретимся и наша беседа будет более и более интересна поэтому шлите любые заявочки вопросы на наш портал суд-экспертиза.ру до новых встреч до свидания субтитры субтитры